Картина «Апостолы Петр и Павел» художника Доменика Сатята Копулоса по прозвищу Ольг Грека существует в трех вариантах. Самый ранний из них находится в Государственном Эрмитаже. Чуть более поздний – в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне. Последний – в Национальном музее Швеции в Стокгольме. Эрмитажные и стокгольмские варианты картины очень близки друг к другу. Есть распространенное мнение о том, что они показывают эпизод, описанный в Новом Завете Павлом в послании к Галатам. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Павел на картине указывает на раскрытую книгу. Считается, что это книга деяний, написанная апостолами, а под ней лежит Евангелие. В собрание Эрмитажа картина попала в качестве дара от генерала Петра Дурново в 1911 году. Во время рентгенографического исследования выяснилось, что голова Павла первоначально была крупнее и находилась ближе к Петру. Петр, в свою очередь, прижимал левую руку к груди. Если в Эрмитажном и Стокгольмском вариантах изображена распоря апостолов, то в Барселонском показывается их примирение. Петр на всех версиях картины изображен со своим привычным атрибутом – ключом от Царства Небесного, дарованным ему Иисусом Христом. Традиционный атрибут Павла – меч, который ему отрубили голову, присутствует только на барселонском варианте картины. Есть мнение, что в образе апостола Павла Эль Грека изобразил сам себя, потому что его лицо на позднем варианте картины очень похоже на предположительный автопортрет художника из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Возможно, ему была близка фигура Павла, потому что тот какое-то время проповедовал на острове Крити, откуда и был родом Эль Грека. Исходя из этого, можно объяснить трансформацию облика Павла, потому что на момент создания первого варианта картины Эль Грека было около 50 лет, а на момент создания последнего – около 65. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok